Ура! Стрелки крутятся всё быстрей, Стали звёзды на год взрослей. Лиц сорвался с календаря, Но не стоит грустить зря. И не зря в день рождения Собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, Тем моложе сердца стук. С днём рождения, Успеха, радости, везения, Любых желаний исполнения И миллион ночей и дней. С днём рождения, Любви до головокружения, И чумового настроения И самых преданных друзей. А, вот походите, присаживайтесь, это ваше место. Вот, и будем разговаривать. Здесь у нас уютно, тепло, чай. Спасибо. Какой чай любите? Зелёный? В разное время разный. А с утра что пьёте? С утра обычно кофе. Либо у меня есть специальный чай с женьшенем, китайский. Женьшень даёт бодрость организму. Да. Потому что я-то вот люблю зелёный чай с утра с молоком. Ну, это уж совсем изысканно. Да? Почки прочищаю. Да, 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 это очень хорошо. А сладкого, конечно, не едите. Нет, конечно, не ем. Я ем всё, что я хочу. Да что вы. Да. Вот это вот откровение. Потому что обычная женщина говорит, нет, нет, это нельзя, это нельзя, потому что фигура, надо выглядеть. Ой, нет, это очень. Знаете, поскольку в жизни работа такая непростая, то если ещё ты себя ограничиваешь в таких естественных желаниях, да, как что-то вкусненькое съесть, то вообще грустно там работать. Ну да. Хорошо. Вот обычно ведь о чём мечтает женщина? Женщина мечтает иметь мужа, иметь детей, иметь любимую работу, сделать хорошую карьеру. Ну вот об этом, конечно, не все мечтают. Да. Многие женщины. Быть красивой, быть умной. О чём вы ещё лично мечтаете, кроме всего перечисленного? Кроме всего перечисленного, ну, вы очень сложную поставили для меня. То есть я всё определил спектр задач? По-моему, вы всё определили очень хорошо. И, на мой взгляд, практически всё, что вы перечислили, ну, как бы есть. И, пожалуй, самая большая задача у меня сейчас, это, поскольку у меня есть маленький сын, ему только 10 лет, чтобы он вырос достойным, хорошим человеком. И зовут его Фёдор. Фёдор. И зовут его Фёдор. И вот он пришёл вместе с вами в студию. Видите, мы не хотели его сюда поздравить, но он отказался. Он говорит, не люблю сниматься. Да. Ну, наверное, это самая такая главная задача на данном этапе, потому что как-то немножко по-другому относишься к осветанию детей, к детям уже, когда ты, ну, скажем так, совершеннолетний. Ну да, придёт время, но успеют посниматься. Сейчас главное сохранить вот эту вот заповедную часть души. Да. Всем добрый вечер. Это программа «Ночной разговор». И сегодня главной героиней нашей программы – Элеонора Митрофанова. Первый заместитель министра иностранных дел. Правильно я сказал? Или сейчас уже произошли некоторые изменения? Сейчас уже не совсем так. Я была первым заместителем министра иностранных дел. Потом была руководителем Российского центра международного научного и культурного сотрудничества Министерства иностранных дел. Вот. Ну, а теперь вот назначена послом в Организацию объединённых наций по культуре, науке и образованию ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО. Да. То есть это, получается, повышение у вас такое? Очень сложно сказать. Ну, посол – это особая такая категория. Вот. При международных организациях называется «постоянный представитель». Ну, это представляет страну, представляет президента. Поэтому это просто другая ипостась, я бы так сказала. Вы знаете, когда вот сюда к нам в студию приходят дипломаты, я всегда волнуюсь. Потому что, ну, понятно, дипломаты – это настолько тонкие люди, умеющие общаться. Думаешь, ну, как вот с человеком разговаривать? У нас ведь передача живая, и хотелось бы каких-то откровений, дипломатов. Ну, вот был у нас бессмертных здесь, Александр Александрович. Да. И вы знаете, удивительно, я даже говорю, вы совершенно не похожи на дипломаты. Потому что настолько искренний человек, настолько откровенный, да еще и стихи свои прочитал, да еще принес сборник стихов «Моя Смоленка», по-моему, так называется. Да, да, да. Это было удивительно. Надо сказать, что многие дипломаты, действительно, они, так сказать, настоящие гуманитарии. Поэтому многие пишут стихи, есть целая ассоциация у нас дипломатов-ветеранов. И там есть прямо объединение дипломатов-поэтов. В том числе, кстати, наш министр Лавров. Он хороший поэт, хороший бард. Да что вы! Да, поэтому я думаю, что в какой-то момент вам тоже можно его пригласить. И вам будет очень интересно, потому что он пишет песни, одни из лучших капустников, когда в Миде что-то происходит. Поэтому это... Ну, если уж мы заговорили о стихах, позвольте, я прочитаю буквально несколько строк. Да. В истории счетной палаты немного есть славных имен, шагнувших от дамских халатов до славных державных знамен. Тебя обожает ЮНЕСКО, тебя почитает МГИМО. «И ты, как обычно, прелестно, что важно для женщин с умом». Это чьи стихи и о ком? Скажите. Ой, это действительно стихи, которые посвятили мне мои коллеги из счетной палаты, где я работала с 95-го, с 94-го по 2000-й год, когда у меня был юбилей. Вот. Я очень тронута, потому что действительно в счетной палате ко мне очень хорошо относятся, и до сих пор мы дружим с моими коллегами. Когда я пришла туда, это было самое начало, самый трудный период становления. Вот. Поэтому такое отношение очень, конечно, трогает. Вот я готовился к сегодняшней передаче, смотрел там, хотя информации, надо сказать, а вас не так много. Вот в интернете не надыбаешь, как говорят. Да. Но тем не менее, вот очень интересны основные события жизни человека, да. А тем более те вещи, те события, когда произошли в результате выбора самого человека. Потому что вот когда человек стоит перед выбором, и вот по какому пути пойти? По этому или по тому? И когда человек принимает неожиданное какое-то решение, это, конечно, событие. Это событие. Вот ваша фраза, опять-таки. Каждые пять лет надо что-то менять. Да. Вы считаете, что каждые пять лет, да? Ну, приблизительно, приблизительно. Вот это и нет. Потому что вот когда говорят о театре, говорят обычно, театр живет десять лет. Потом надо все обновлять и начинать все сначала. Вы знаете, вот в моей карьере очень интересно, она достаточно последовательная. Единственное место работы, где я работала 15 лет, это была наука. Но наука, она чем интересна? Интересно. Ты все время меняешь новые темы, и ты как будто совершенно новым чем-то занимаешься. Поэтому в науке, в принципе, можно работать всю жизнь. Потому что ты все время в новой ипостаси, ты все время в новом. Вы имеете в виду институт морфлота, да? Да, да. Где вы работали над проектом Кубинского флота, разрабатывая. Да, был такое очень... В общем-то, я работала над многими интересными очень проектами. И два из них, могу сказать, что это действительно развитие морского флота Кубы до 2010-го, кстати сказать. Вот оно, года, где это была целая экспедиция. Полгода мы жили на Кубе, все очень так интересно было. Вот. И второе, это создание лихторовозной системы Дунай-Меконг. Это вот когда баржи, речные дунайские, входят в устье, потом их грузят на океанское судно. Это океанское судно идет до устья Меконга во Вьетнам и спускает эти баржи. Это такое грандиозное, технологическое было... Технологическое, там все было завязано. Вот это второй такой проект, который меня вспоминает с удовольствием. Слушайте, как интересно, как необычно и интересно. Да. Вот вы рассказываете, а я впервые о таких вещах слышу. Потом еще одна была тема, кстати сказать, еще в те советские годы, в далекие, когда мы разрабатывали тему последствий вступления в Всемирную торговую организацию, то, что сейчас происходит уже долгие годы, для морского флота, поскольку это торговля услугами. Вот это тоже третья такая очень интересная тема. А потом получилось таким образом, что, ну, все стало распадаться, появились какие-то заказы, там, совместные предприятия, я помню, с греками, кстати, батумское морское пароходство, Грузия. Вот делала я им совместные предприятия с греками. И я ушла в собственный бизнес. Вот, сколько, ну, пять лет почти что. Вот на вашем юбилее Любовь Слизко, кстати говоря, она у нас тоже была здесь, вот была на вашем месте очень интересная женщина. Она произнесла такую фразу, Элеонора в жизни все делала на пятерке. Это действительно так. Вы круглая отличница. И, кстати, ваш брат Алексей Митрофанов, что, наверное, будет неожиданностью для многих-многих людей, потому что он человек публичный, и он часто бывает в телевизионном эфире, на разных каналах. Вы же нигде не показываетесь. С чем это связано? Ну, практически, да. Мне даже сложно сказать. Я, во-первых, не такой тусовочный человек, как Алексей. Во-первых, Алексей, он в душе, он такой литератор. Он действительно, во-первых, он действительно пишет художественную литературу. И у него есть большое любопытство к людям, к ситуациям. Он замечает мелочи. Он как-то вот, он любит это, да? Я немножко по-другому устроена. Я вот как-то ближе, пожалуй, к той самой науке, с которой я начинала. Я больше люблю одна, там где-то что-то покопаться. Вот. Может быть, в этом. То есть вы более целостный человек. Может быть, да. Именно поэтому он говорит, я горжусь своей сестрой, потому что она все делала прекрасно и училась на пятерке. Ну, также я горжусь им, потому что Алексей, на самом деле, человек с абсолютно энциклопедическими знаниями, с абсолютной грамотностью, с абсолютной памятью. И, в общем-то, он абсолютно талантливый человек. Просто у него все по жизни было все сложнее. Как-то вот все было с препятствий, начиная с поступления в первый класс. Вы занимались его воспитанием? А как же? В смысле, подзатыльников? Нет, нет. Он как только родился, он был практически на моих руках. Вот. Поэтому я очень хорошо все это видела. А у меня, наоборот, у меня все легко. Вот вы пошли в МГИМО, выбрали МГИМО. Да. Алексей по вашим стопам тоже пошел. Алексей уже по моим стопам пошел, да. А почему он решил тоже пойти в МГИМО на вашем примере? Вы знаете, вот как раз почему я пошла в МГИМО, это большая загадка. Потому что я училась в математической школе, я увлекалась физикой. И, в принципе, собиралась в МФТИ идти, на самом деле. Вот его величество случаи, знаете. Я была секретарем комсомольской организации, меня только выбрали. Вот это как история такая смешная достаточно. И вдруг мне звонят летом и говорят, вы знаете, вы должны прийти на райком комсомола, потому что молодой человек из вашей школы десятиклассник. А я только девятый класс закончил. Поступает в МГИМО, ему нужно характеристику давать. Но ни мальчика этого не знаю, не знаю, ну, знаю так, приблизительно, где тройком находится. Прихожу туда, сидят солидные тети и дяди, прям страшно даже стало. Вот. Мальчик говорит, симпатичный, Сережа его зовут. Что-то отвечает. И потом вдруг кто-то говорит, а покажите, пожалуйста, ваш билет комсомольский. Открывает, а там взносы не заплачены. Говорит, ой-ой-ой-ой, как же так, у вас за год не заплачены взносы. И все, я чувствую, вот еще несколько минут, и парня просто похоронят из-за этих взносов. И тут я вскочила, начала себя бить грудь. Это я, я потеряла. Хотя я только-только меня выбрали, никакого отношения ни к взносам, ничего. Я стала усиленно говорить, я беру на себя, мы все сделаем, вносы заплачены. Это просто я забыла проставить. В общем, короче говоря, ну, мы вам как бы, вот вы потом придете, мне уже сказали, отчитайтесь за это дело. И, в общем, меня полюбила его мама, Сережа, после того, как я его спасла. И мама это, уговорила мою маму, что говорит, какой физтех, ну, что для девочки какая-то физика. В гемо по ней плачет. Сережа поступает в гемо. Да. Вот, вы знаете, вот с этого началось. Потому что я никогда даже не знала этого института. Вот что это такое по жизни? Вот иногда задумываешься. Вот судьба, действительно судьба. Я почему-то раз и повернулась туда, и стала готовиться. Причем я легко все это, вот так. В отличие от Алексея. Ну да, Алексей уже видел. Который занимался, уже все. Нет, он видел на примере сестры, что это прекрасно, она замечательно учится, это замечательное учебное заведение. Ну, Леша настоящий гуманитарий, он заканчивал французскую школу, он имел в Москве по олимпиаде по французскому языку первое место. В отличие от меня, я была математиком. Математика и физика это то, чем я увлекалась, вы понимаете? Ну, вы знали какие-то языки на тот момент? Английский, ну, математическая школа, помните, да? После школы, да. Но я занималась, нет, я полгода, конечно, готовилась в гемо, занималась именно английским. Но объясняться могли. Ну, конечно, нет, нет, к институту все сделал, но там был конкурс раздельный для людей, кто спецшколу закончил и обычную школу, поэтому все прошло удачно. Вот что для вас вот эти пять лет, пять лет, да, в гемо было? Вот эти пять лет в гемо. Ну, вы знаете, во-первых, это веселая студенческая жизнь, это первое. Много друзей, действительно, какие-то смешные казусы. Я помню, что я по математике на первом курсе, а там все, как правило, гуманитарии все-таки, спецшколы закончили, ребят с математикой, которые вообще не дружили. Я занималась математикой, у меня дома все собирались, я всем все рассказывала, поскольку я это самое, и мы вот так готовились, вот человек пять, я помню. И дедушка еще мой тоже с нами гулял в лесу, и по математике что-то, значит, там сказать, вот. Очень хорошие годы, хотя, ну, я рано вышла замуж, и на четвертом курсе у меня уже дочка родилась. Поэтому, наверное, я что-то потеряла в плане студенческих радостей, вот. Тем более, что первый муж был не из этой оперы, он врач был, поэтому у меня какая-то появилась смежная такая среда. С одной стороны дипломаты, с другой стороны врачи, вот. Ну вот, когда вы закончили МГИМО, вы должны были где работать? Вы знаете, когда я закончила МГИМО, меня оставляли на кафедре, в самом МГИМО. Но так было, что-то там не сложилось. МГИМО специфический институт, особенно тогда был, вот. И я пошла во внешторг. Я работала в союз плода импорти, но хотела... Это что такое было? Союз плода импорт. Водка, вино, столичное. Это 75-е. Слушайте, ну это же фантастически. Это же могли бы любые напитки достать. Конечно. А консервы? Тут дефицитные. Так вам повезло после МГИМО. Ну, я очень хотела торговать, на самом деле, животными, честно сказать. Поэтому я очень хотела попасть в проденторг. Там было направление, которое закупало животных для зоопарков, лошадей, аукционной лошади. Вот мне очень хотелось туда. Такое романтическое, знаете, было, что это что-то такое. Но меня туда не взяли. Пришлось заниматься водкой и другими спиртными напитками. Пришлось заниматься водкой, но недолго, к счастью. Говорят, Алексей Митрофанов так говорил. Кому нужна хорошая водка, хорошие напитки? К моей сестре. К моей сестре. Да, да, да. Было такое. Но смотрите, как интересно. А потом уже был институт Морфлот. А потом Морфлот, аспирантура. Это все 15 лет, да? Это все, да, да, да. Наука, диссертации и так далее, и так далее. Да, да, да. А потом лихие 90-е пришли, когда уже у всех возникли проблемы. Ну вот свой бизнес, у меня проблем как раз не было. Я в 89-м году, нет, в 89-м году начала, собственно, вместе с ассоциацией морского права, собственно, свой бизнес. Это был консультационный, то есть это были юридические услуги, в первую очередь для пароходств, ну, в таком, в области морского права, я бы сказала, и судоходной политики. Ну, а потом это стало более широко и достаточно процветающе. У меня были замечательные фирмы, обслуживались иностранные, поэтому... То есть тогда ведь тоже это был такой кризис, не такой, конечно, как сегодня, вот. Кризис сильный был. Сильный, да. А самое главное... Сегодня сильнее или тогда был сильнее кризис? Нет, тогда что? Тогда? Сегодня мы пока еще не ощущаем. Вы знаете, сейчас вы, по крайней мере, понимаете правила игры. Есть законодательство какое-то, есть налоговое законодательство, а тогда ничего не было. И вводили все время что-то новое. То налог с оборота, я помню, ввели, то еще что-то. Это тройная бухгалтерия. Никто не мог выжить, если ты просто честно вот так вот, так сказать, деньги получил, это сюда заплатил. Это, конечно, людей, которые привыкли вообще, ну, никак не заигрывать с законом. Да, это очень большая травма была, потому что ты тогда не выживал. Ну, а потом, смотрите, вот Дума, счетная палата, Министерство иностранных дел. Это фантастический взлет, получается. Ну, такой забавный, карьерный, да. Я бы сказала, забавный. Потому что я пришла в Думу, ну, в Думу это Алексей пригласил, он приглашал моего мужа, тогда ЛДПР как бы формировало. Тогда можно это было, да? Да, 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 да. Тогда все было совершенно по-другому. Вот. Вот. И мой муж почему-то сказал, что я всю жизнь отпахала на это государство. Я не... Спасибо большое, но я не хочу. Вот. А у меня было такое уже, знаете, я устала. Одна тащить на своих плечах вот этот вот бизнес, вот этот бизнес вот того времени, да. Я говорю, ну, давай попробуем. И вот так вот мы прошли. То есть я усилий не прилагала к этому. Если честно сказать, вот тогда. И Владимир Вович, когда иногда говорит, вы все на моих плечах, ну, где-то так. За исключением узкой круга людей, в который входил и Алексей, которые разрабатывали политику и так далее, и так далее. Вот сейчас мы перейдем к самому главному и ответственному моменту. Это Министерство иностранных дел. Но перед этим хотелось бы небольшой такой блиц-опрос. Вот скажите, что вас может обидеть? Очень сильно. Ранить даже. Вы знаете, я последнее время ранить уничижительное отношение, хамство, я бы так сказала. Хотя я говорю, я последнее время себя научила не реагировать. Научил. Я йогой занимаюсь, я умею себя настроить. Так что это вы, а это я и меня это не касается. Иначе очень сложно, ну, как бы, очень сложно. Очень сложно. Я вот сейчас подумал, как тебя так настроить, чтобы не реагировать. Это не так. Это не так просто. Иммунитета невозможно здесь выработать. Иммунитета к этому невозможно. Меня абсолютно, у меня вот там всякие публикации. Я когда была в счетной палате, там был ряд скандалов, в частности, с Вавиловым тогда связанные и так далее. Ну, были такие публикации, где пытались, так сказать, вот это, чиновница, свысока, ну, что-то такое. Ну, это все полная ерунда, да? А бывает особенно очень неприятно, когда начальник или человек, который вышестоящий, или хотя бы твой, проявляет вот такое, как бы, хамство, да? Есть вообще две схемы взаимодействия с людьми, да? Ты начальник, я дурак. Или наоборот. Вот этого я очень не люблю. И сама стараюсь к людям так не относиться. Значит, к какому из человеческих качеств относится нетерпимо? Это вот к хамству, да? Да, к хамству нет. Я, пожалуй, бы сказала такое, знаете, это даже нельзя сказать предательством. Это слишком такое мощное слово для такого. Знаете, как вот только вам сейчас вот с таким, знаете, обожанием таким подчеркнутым, и что-то такое изменилось, и раз. И стена. И стена такая, все сухо развернулись. И чем ты выше стоишь, тем вот это случается чаще. Понимаете? У вас есть какие-то качества, которые вы хотели бы в себе изжить? Качества? Да, пожалуй. Какие? Вы знаете, во мне присутствует некая ленность. Понимаете, конечно, при таком количестве дел, там, детей и все, кто бы сказал, ну, ты бы только не говорил о ленности. Да, какая там ленность? Казалось бы, да? Ну, вот есть иногда бывает, знаете, такая душевная ленность, которая появляется, может быть, как раз от обилия вот этих самых дел. Ну, вы же преодолеваете. Преодолеваю. Ну, так... Вот я стараюсь преодолевать. А вот есть такие качества, которые, ну, вот оно есть, и нельзя с ним справиться. Вот хотелось бы и жить. Есть, что нельзя справиться, да? Ну, вот очень сложно. Что-то я такого в себе не знаю. Что бы я не могла так уж сильно и жить-то в себе. Ну, это замечательно. Значит, вы близки к идеалу. На что вы никогда в жизни не тратите силы? Вот, знаете, вот хочется, предположим, но не буду тратить. А может, тебе не хочется? Вы уже точно знаете, что вот на это я не буду тратить свои силы. Вы знаете, если... Какие силы? Силы, на что я не буду тратить силы? У вас уже настолько все расписано по жизни, да? Что вы даже не понимаете... Вы знаете, я, пожалуй, в последнее время стараюсь не тратить силы на всякие... Ну, у меня быт устроен, естественно. Есть домработница, там все. Но я вот эту часть уже перестала видеть, честно сказать. И если что-то она не так сделала, или это... Я просто автоматически что-то делала, но вот на это абсолютно не обращаю внимания. И если у меня есть альтернатива, там надо что-то убрать. Вот у меня, мало ли, человек заболел, да? Или что-то я делаю, там сижу, пишу, я на то не буду обращать внимания. Вот так. Я стараюсь все то, что загромождает мою жизнь от работы, общения там с детьми и так далее, все организовать, и чтобы меня это не занимало. У вас бывает свободное время? Свободное время бывает, но, в общем, не так часто, конечно. А что вы делаете в минуты свободного времени? Вот ваша любимая форма отдыха какая? Ой, вы знаете, моя любимая форма отдыха – горизонтальная с книжкой. Скажу честно. На диване с книжкой. Скажу честно. Не буду хвастаться, что я тут же бегу в лес дышать воздухом или бегать там где-то. Абсолютно вот такая. Причем, если раньше действительно хотел с кем-то увидеться, там вот, вот, то что-то вот последнее время, ну, как бы вот одиночество и вот такое вот растительное существование. Вот, что ты ничего не обязан, у тебя нет расписания, самое главное, нет расписания. Ваш девиз по жизни, самый главный, какой? Вперед и не оглядываться сильно назад. Хотя всегда то, что ты раньше делал или сделал, не так, я имею в виду не в смысле работы, а в принципе по жизни, да? Конечно, учитывать надо, но нельзя, чтобы ты превращался такой плакальщиком о несвершенных каких-то делах. То есть нет безвыходных ситуаций по жизни? Или бывает так, что встречаются безвыходные ситуации, и тогда... Знаете, безвыходная ситуация, как показывает жизнь, это только могила. Вот уже оттуда никак. А выходные или безвыходные ситуации, это только ваше собственное, как бы, восприятие, ваше собственное я. Вот как вы жизнь воспринимаете, так она к вам и относится. Вот это настоящий ответ настоящего дипломата, это я понимаю. Но вот действительно, смотрите, ведь всех удивляет, как сделать вот такую сногсшибательную карьеру и родить четверых детей. Что чему в ущерб? Что чему в ущерб? Нет, чему не ущерб. Просто у каждого человека своя энергетика, да? Я вот такой человек, который может одновременно делать там 10 днелку, шиво, многорукие. Сейчас все меньше и меньше, правда. Но раньше это было так. Я не родила четырех детей, я воспитала четырех детей. Потому что я вышла замуж второй раз, а человек с детьми. Вот. Но это одно не умаляет, как бы, как говорится, другое. Ну и как-то вот даже последний, Федор, как-то я до последнего работала, практически с работы ушла в больницу. И через две недели вернулась на работу. Я вот где-то, у меня была фраза, я выписал президента Путина, это связано, ах, вот есть. Отсутствие прекрасного пола в российской дипломатии может стать слабым местом нашей внешней политики. По-моему, после этого вы попадаете в Министерство иностранных дел. Вы знаете, это было, видимо, в 92-м где-то или 3-м году, когда было совещание послов. Да, пожалуй, может быть, вы и правы, это послужило неким стимулом. Послужило. Я так думаю, если это цитата того времени, может быть, Игорь Сергеевич как бы задумался. А как вообще случилось? Потому что это очень интересно. Очень забавно. Я на даче отдыхаю, вдруг раздается звонок летом. С вами хочет министр иностранных дел переговорить? Ну, хорошо. Звонит Игорь Сергеевич Иванов. Нет, вы так сказали, ну, хорошо, как будто. А я была удивлена, потому что мы с ним особенно, честно говоря, в общем-то, так в обычной жизни общались. Знали, конечно, друг друга, но в силу того, как знает определенный круг друг друга в лицо. Вот. И, значит, он говорит, вы знаете, приезжал из ЮНЕСКО генеральный директор, и там открывается пост внутреннего аудитора. И мы про вас подумали, поскольку вы с языками, это самое, из счетной палаты. А сколько языков у вас было? У меня два языка было. Вот. То, может быть, вы попробуете, ну, в общем, вам на размышления там, типа, неделю. Вы позвоните нам, и все. А у меня уже заканчивался срок аудиторский, я должна была уходить. Я про себя подумала, почему бы нет. Вот. И стала очень интенсивно заниматься, сказала да МИДу, и стала интенсивно заниматься английским, готовить собеседование. Потому что это не должность от страны, это должность конкурсная, когда надо было пройти конкурс. Меня готовила очень интересная женщина, вот. И я поехала в Париж на этот конкурс. Ну, прошла, была собой удовлетворена, страну не опозорила, то есть я подготовилась и уехала. А Париж какое ощущение в тот момент эмоциональное произвело? О, вы знаете, тогда никакого, потому что я очень волновалась. Некогда было. Да, потому что мы не привыкли, знаете, у нас же не было системы собеседования вот таких, когда ты приходишь на работу, и тебя психологи, финансисты, вот со всех сторон. Потом ты уже с такого уровня едешь, когда тебе это уже не хочется, уже ты можешь быть учителем, да? Ну, в общем, тут было много такой потом на языке собеседования. В общем, все было достаточно волнительно. Короче говоря, я уехала, в общем, позвонила, сказала, страну не опозорила, не волнуйтесь, дальше это уже не мы. И через полтора месяца мне звонят из ЮНЕСКО и говорят, что генеральный директор хочет вам предложить должность не аудитора, а своего зама по финансовым вопросам. Опа! Опа! Да. Я быстро, так сказать, соображаю, что такое зам. Вот так это случилось, понимаете? Его величество случаев, опять же, там, случай, не случай. Опять же, вот смотрите, уже мы про третий случай. Да, и я, естественно, когда приезжала, я обычно к Новому году приезжала из ЮНЕСКО и заходила к своим коллегам, и заходила к Игорю Сергеевичу, естественно, поскольку, конечно, МИД сыграл, там уже МИД включает свои лоббистские возможности, конечно же, на последнем этапе, но ты должен пройти конкурс. Ну вот, и вдруг, вот в 2003 году я приехала, и вдруг он мне говорит, ну, если у тебя нет больших финансовых проблем, ну, в смысле, ты можешь жить, ну, как бы, там, у тебя же муж работает, и это самое, ну, может, вернешься, я тебе вот хочу попросить, вот нужно, там, культурные соотечественники, ну, подумай. Ну, это почти что было предложение, по-моему, больше, чем выйти замуж, потому что это было очень неожиданно. Конечно, очень почетно, и это самое, хотя тогда мой приезд сюда был настолько нерационален с точки зрения вот чистого рацио, потому что там большая зарплата, там ты сам по себе-то ни перед кем не отчитываешься, кроме генерального директора, там у тебя потом по выходу на пенсию большая пенсия, никто у тебя не... То есть, с точки зрения такой материально-рациональной, было никому непонятно. Но с точки зрения внутренней, в семье было не очень уютно, у меня же здесь много детей, мама у нас здесь, ну, в общем, как бы... То есть, захотелось домой все-таки, домой, ну, а потом все-таки первый заместитель министра. Да, первый замминистра, да. Задача безумно интересная, вот опять же, новая задача, задача безумно интересная. С Игорем Сергеевичем было очень приятно и легко работать. Во-первых, мы с ним одинаково мыслили. Поэтому, когда я с ним встречалась, он сказал, а вот это бы... А я уже это... Вот это редкий случай... Это редкое явление. Совпадение вот и эмоционального, и такого мыслительного. Вот удивительная вещь. Я вас слушаю и просто внутри поражаюсь, потому что... Ведь это такой высокий уровень, это министерство иностранных... Это вся внешняя политика нашего огромного государства. Ну, это да. А вы так рассказываете, ну, вот это вот так все просто у вас, естественно. Значит, все-таки, мне кажется, вы своим делом занимаетесь. Потому что для вас все ясно, понятно, четко и по-человечески. Ну, я вам хочу сказать, что вот последняя работа, вот это Российский центр международного научно-культурного сотрудничества, ну, на мой взгляд, он как бы явился в какой-то мере, как кульминации. Потому что я же... У меня менеджерский опыт своей фирмы. То есть я понимаю, как умение принимать быстрые решения... Видите, все пригодилось. Потому что, знаешь, тему, да. И внешторг даже пригодился. Совершенно верно, и внешторг пригодился. Дальше. Умение все-таки немножко... Я очень любила экспертно-научные советы. Потому что всегда, когда разговариваешь с умными людьми в сложной ситуации, то какое-то решение, оно приходит, да. И так далее, и так далее. То есть весь опыт, включая научный, он очень пригодился вот на этом месте. И вот, получается, вы второй раз уже едете, возвращаетесь туда, откуда приехали, да? Да, да, да. В другом качестве немножко. С каким ощущением вы возвращаетесь? Вы знаете, ну, во-первых, я возвращаюсь как в свой дом, потому что там, я знаю, начиная от охранников, кончая всем руководством, естественно, самой организацией в секретариате. Потому что, когда я была там, то подо мной было самое большое количество людей в организации. А сколько лет прошло вот с тех пор? Пять лет. Пять лет. Ну, это не так много. Да, пять лет. Я не думаю, что там кардинально поменялось, что-то люди тежные. Нет, нет, ничего там кардинально. В самом секретариате ничего кардинально. Послы, наверное, при организации поменялись. Ну, это уже... Просто вы возвращаетесь в холодный февральский Париж. Вы знаете, как тогда. Я же в то... А вы в то время? В 2001 году, 1 февраля туда заехала. Вот тоже мистика. Мистика, мистика. Это, понимаете, история. Да, да, да. История. История, да. Вот. Но это уже другое качество. Если в секретариате ты как бы работаешь на весь мир, ты не должен вообще, явно вообще даже не можешь концентрироваться на своей стороне. Это исключено. Ты должен понимать, что ты международный чиновник. Ты работаешь во благо всего мира. Весьма абстрактный такой посыл, да? Да, но такая ответственность, в общем-то. Да, на весь мир. Вот. Мало того, в организации, когда ты работаешь внутри, 153 национальности. Понимаете, под вами работают люди из 153 стран. Поэтому, конечно, ЮНЕСКО научило меня очень многому. То, чего до этого я даже, ну, как бы не воспринимала как менеджер, да? А что именно? Первое, все-таки вот консенсусное решение вопросов, да? Оно очень-очень полезно. Потому что ты тогда получаешь в результате этого консенсуса не врагов вокруг, когда по принципу ты работаешь, я начальник, ты дурак, ну, человек пойдет, вот он сделает, да на тебе, подавись. Понимаешь? А когда консенсусно, он убежден, что надо сделать именно так. Вот в организации вот этот принцип всегда был. Я разговаривал с одним умным человеком, я говорю, Дмитро Фанова, вот какие у тебя ощущения? Он говорит, ну, это наша Калантай. Нет, Кандализа Райс, Хиллари Клинтон. Я думаю, ничего себе, вот это сравнение. Как вы относитесь, когда вас сравнивают с таким уровнем личностей? Да, не знаю, если кто-то так высоко как бы ставит. Ну, ведь это же все очень относительно, понимаете? Люди взлетают, и какую-то символическую должность, вот, условно говоря, госсекретаря, или должность жены президента, ну, считается вот... Ну, конечно, приятно, что вы так оптимистично настроены. Вы знаете, что вы будете делать, куда вы летите, и что будет происходить, вероятно. Хотя, конечно, всего не предугадаешь, да? Абсолютно. А есть какие-то ощущения боязни, вот чего-то? Вы боитесь чего-нибудь на сегодня? Ну, вы знаете, есть только ощущение, как вам сказать, опять переменной в жизни такой, причем не моей личной, а семьи. Вот это вот, конечно, есть некие, ну, не то что опасения, потому что Федору это смена школы, там, International School на английском, французском надо. То есть это потребует больших усилий. От него сможет ли он это сделать? Я надеюсь, что сможет. А в Москве остается кто-то, в Москве остается? Конечно, все дети же в Москве, потому что дочка, внуки, в общем, все в Москве будут приезжать. Вот сейчас звучит песня Эдуарда Голумова, который подарил нам несколько песен для нашей программы. Очень люблю его. Которую вы хорошо знаете. Да. Он тоже занимает высокий пост, но при всем том, сочиняет стихи, пишет музыку. Очень талантливый. Вообще. Вот это его песня звучит. И мне хотелось бы вот вам подарить его диск. Спасибо. Хотя я не уполномочен, но вот он нам принес очень много дисков. И я думаю, что... Спасибо большое. Может быть, у вас будет грустно как-то там в Париже поставить и послушать. Я с ним... Или у вас есть этот диск? Нет, нет, нет. Этого именно нету. Спасибо вам. Вы пока сидите, не вставайте. Я сейчас приду. Я хочу привнести вам вот эти цветы. Спасибо большое. Потому что... Прошел юбилей, но день рождения был. Я хочу еще раз вас поздравить. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Присаживайтесь, не уходите. Мы еще чаю попьем. Мы послушаем музыку. Это была программа «Ночной разговор» Елеонора Митрофанова, главной героиней нашей программы. Ночь на канале «Столица» продолжается. Вы не переключайтесь. Будет интересно. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Попьем чайку. Ваше здоровье. Приспокол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова